Студенты Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета приняли участие в 12-й российско-абхазской гидроэкологической экспедиции. Как рассказывает одна из участников экспедиции Юлия Бодреддинова, главной целью поездки в Абхазию стало нахождение довольно важного для научного исследования материалов. Здесь они отбирали гидрохимические пробы, занимались сбором данных по гидрологическому режиму водных объектов. Все это необходимо для оценки состояния экосистем. Юлия занимается изучением ихтеофауны водных объектов Абхазии в условиях антропогенного воздействия. Сейчас молодая исследовательца обрабатывает ихтеологические пробы, которые привезла с практики. Да, большинство проб уже обработаны мной и при помощи моего научного руководителя. В условиях нашей кафедры мы проводим все эти наблюдения. Юлия отмечает, что из изученных водоемов озеро Скурча показалось ей самым необычным. В него впадает одна из самых мощных рек Кавказа – Акадор. Кроме того, Скурча соединена каналом с Черным морем, который оказывает влияние на все компоненты экосистемы озера. Сочетание пресноводной и морской ихтеофауны действительно можно назвать удивительным. Вода в озере колесится. Она бывает и пресноводной, и слоновато-водной, и морской. То есть ихтеофауны озера довольно-таки разнообразные. Ежегодно сотрудники студенты и аспиранты кафедры природообустройства и водопользования проводят наблюдения за экологическим состоянием разных озер, выявляют особенности динамики гидрологического режима и состояния солености воды. Процесс развития флоры и фауны исследователи изучали у одного из самых легендарных водопадов, с которым связаны целые поверья. Экспедиция обогащается кислородом и превращается в крови, от чего вода окажет белого цвета. Исследовательница поделилась, что экспедиция открыла для нее много нового и полезного. Дала возможность почувствовать себя настоящим специалистом. Она уверена, что такой бесценный опыт, который она получила, обязательно пригодится в будущей профессии. Аделя Шамилова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова